Ну сколько склонений? Три. Ну вы смотрите, пожалуйста. Так на меня смотрите, я с такой опаской, у нас не будет экзамена. Три склонения, два спряжения и один язык, русский. Восстановить школьные знания и заполнить пробелы в памяти собрались те, кто в апреле рискнет написать тотальный диктант. В этот раз повторяют склонения, поддержное окончание существительных и правописание глаголов. Екатерина Усманова своим примером хочет показать друзьям и знакомым. Не стоит забывать о богатстве русского языка. В период сейчас смс, сообщений, вайбера, многие пишут сообщения очень быстро, многие забывают о правилах пунктуации. Для меня, например, очень тяжело читать такие сообщения, сразу режут глаза. Уроки по русскому языку проводятся бесплатно. Здесь не ставят оценок, не надо отпрашиваться. Нужно только желание вспомнить забытое и узнать новое. Преподаватель Ольга Семанина готовит самарцев к тотальному диктанту второй год. Замечает, что сейчас в школах русскому языку учат по разным методикам. И не все они усваиваются хорошо, языковые нормы смещаются. Поэтому ловить эту грань, наверное, между тем, что допустимо, и тем, что уже на самом деле несколько потеряно, и возобновить, скажем так, эти истоки, наверное, сложновато. Русский язык как инструмент. Чем больше о нем знаешь, тем искуснее им пользуешься. Будущим участникам тотального диктанта и всем, кто неравнодушен к грамотной речи, филологи советуют чаще открывать словари и больше читать книги. Подготовка к тотальному диктанту будет проходить в областной библиотеке каждую субботу. Впереди еще четыре занятия. Есть время вспомнить правила русского языка. Алина Чемерес, Олеся Корецкая, Константин Головин. События.